Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, очи насерги, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 29 сентября. Житие преподобного Отца нашего Кириака. Преподобный Кириак происходил из Коринфа и был сыном пресвитера Соборной Церкви Иоанна. Мать его звали Евдоксией. Родился он в последние годы царствования Феодосия Младшего, около 448 года. Родственник преподобного Петр, епископ Коринфский, сделал его еще в отроческие годы чтецом Соборной Церкви. Упражняясь в чтении божественных книг с утра до вечера и с вечера до утра, изучал Кириак Священное Писание, удивляясь тому, как Бог с самого начала мира все премудро устроил для спасения человеческого. Как во всяком поколении он сподоблял великой чести угодивших ему и даровал им великую славу. Ибо он Авеля прославил за жертву, и Ноха же почтил перенесением в рай за то, что тот весьма угодил ему. Он сохранил от потопа за праведность Ноя, эту искру человеческого рода, явил Авраама ради веры его отцов многих народов, показал, что ему приятно доброе священствование Мельхиседека, возвеличил Иосифа ради его целомудрия, дал всему человечеству в лице Иова пример терпения, сделал Моисея законодателем, допустил Иисуса Новина остановить течение солнца и луны, явил в Давиде пророка, царя и праотца Христа Спасителя, и превратил для отроков пламень вавилонской пищи в росу. Более всего, удивился Кириак, помышляя о бессеменном зачатии и неизъяснимом рождении Христа, как Дева стала матерью, соблюдши неврежденным свое девство, и как Бог слова, не изменяясь, садился человеком, пленил крестом ад, и, поправ обольстителя змия, снова ввела дама в рай. Размышляя о всем и читая жития святых, Кириак возгорелся духом, и в сердце его проник страх Божий. Стал он стремиться к подражанию угодникам Божьим и помышлял о том, как бы ему уйти во святой град Иерусалим и там, отрекшись от мира, служить одному Богу. Занятый такими размышлениями, однажды в воскресный день услышал он в церкви слова, положенного на тот день Евангелия, «Если кто хочет идти за мною, да отвергнется от себя и возьмет крест свой и следует за мною». Кириак, уразумев, что эти слова относятся к нему, тотчас вышел из церкви и, не сказав никому о своем намерении, пошел на берег, где была пристань. Найдя здесь корабль, отправляющийся в Палестину, с упованием на Бога вошел он на сей корабль и отплыл на нем. Кириаку было восемнадцать лет от роду, когда он, как новый Иаков, вышел из дома отца своего, оставив все ради Бога. Вскоре он прибыл в Святой Град Иерусалим, где епископом был Анастасий, то было в восьмой год его епископства и в девятый год старствования императора Льва. Лев, первый византийский император, старствовал 457-474 год. Святой Анастасий I патриаршился в Иерусалиме в 458-478 год. Преподобный Кириак тайно от родителей отправился в Иерусалим около 465-го года. Посетив святые места, Кириак пришел к некоему человеку Божию по имени Евсторгию, устроившему монастырь близ святого Сиона, и, будучи им принят, провел там зиму. Взирая на подвиги иноков, Кириак и сам начал подвизаться в иноческой жизни, и как бы по лестнице, с одной ступени на другую, восходил на самую вершину добродетельной жизни. Проживая в обители Евсторгия, он слышал от многих о святом Ефимии, устроившем лавру в пустыне, и о совершенной его жизни. Посему он умолил блаженного Евсторгия отпустить его в Евсимию лавру, ибо он любил пустыню и хотел жить в ней. Ефимий Великий умер в 473 году. О древних инических лаврах было уже говорено. Преподав надлежащее наставление Кириаку, Евсторгия отпустила его с молитвой и благословением к преподобному Есимию. Ефимий с любовью принял его, провидя в нем имеющие открытие дарования Божие. Вскоре он своими руками постриг Кириака в иноке и послал на Иордан к святому Герасиму, который заменил собой великого феоктиста, отшедшего ко Господу. Видя, что Кириак еще слишком молод, святой Герасим повелел ему жить у себя в общежитии монастырском и трудиться в различных послушаниях. Кириак показал себя готовым на всякие труды и пребывал на поварне, рубил дрова, нося водой, приготовляя кушанье. Вообще всякое послушание исполнял он с благодарностью, не давая себе покоя, тем самым утруждал свое тело. Ибо днем он работал совсем усерден для монастыря, а ночь стоял на молитве, лишь иногда на некоторое время забываясь сном. Постился же он так строго, что через два дня вкушал хлеб и воду. Когда же он по обычаю соблюдавшемуся в празднике ему случалось вкусить немного вина, то он сначала разбавлял его водой, а равно и вилей вливал сок укропа. Видя такое воздержание в столь молодые годы, преподобный Герасим удивился этому и полюбил Кириака. У Герасима было бычее уходить на святую Четыридесятницу в глубокую пустыню, называемую Рува, куда иногда удалялся и преподобный Эфилий. Любя блаженного Кириака, Герасим брал его с собой в пустыне, чтобы ему дать возможность упражняться в особом воздержании. Там Кириак каждую неделю причащался из рук Герасима святых христовых тайн. Так пребывали они в пустынном безмолвии до недели в Ваии и потом возвращались в обитель с великой пользой для души своей. Спустя некоторое время приставился преподобный Эсимий, о чем святой Герасим узнал, находясь в своей келье, ибо видел ангелов Божиих с радостью возносивших на небо душу преподобного. Тотчас он взял с собой Кириака и пошел в лавру Эсимия, где нашел преподобного скончавшимся о Господе. Придав погребение его честное тело, Герасим возвратился с возлюбленным учеником своим в свою келью. В девятый год по прибытии Кириака в Палестину великий угодник Божий Герасим перешел от земных обителей в Вечми. Тогда Кириак, будучи двадцати семи лет от роду, снова возвратился в лавру преподобного Эсимия, где некогда принял от святых рук его ангельский образ. Игуменом лавры в то время был Илья, и спросив у него уединенную келью, Кириак стал жить в ней в безмолвии. В лавре обрел он себе друга инока по имени Фому, великого постника и совершенного в иноческом житии, и стал питать к нему великую любовь о святом духе. Каждый из них получал пользу друг от друга, ибо они оба были исполнены благодатью Божией. Но недолго они утешались своим дружеским совместным пребыванием, ибо воля Божия разлучила их. Так блаженный Фома был послан дьяконом Фидом в Александрии купить некоторые предметы, потребные для монастыря. При этом ему вручено было епископом Маркирием послание к Тимофею архиепископу Александрийскому. Архиепископ Тимофей удержал пришедшего Фому у себя, прозрев пребывающую в нем благодать, и, рукоположив его, поставил епископом в ефиопскую страну. Пришедшись туда, блаженный Фома просветил светом христианства все местности этой страны, и, сотворив много знамений и чудес, был добрым пастырем порученного ему стада. Лишившись друга своего инока Фомы, святой Кириак наложил на себя обет глубокого молчания и жил, затворившись в келии, как бы погребенный во гробе, беседой только с одним богом. И остался он в той обители, где был Хиротанистан Водиакона, десять лет. В то время оба монастыря, Ефимия и Сиактистов, имели одинаковое общежитие и одно управление, держась устава великого Ефимия. Но враг произвел в сих монастырях возмущение и поселил между ними разделение и раздор. Опечаленное этим разделение между монастырями, святой Кириак удалился в монастырь Сутийский, который основал и устроил преподобный Харитон. Будучи принят там как новоначальный, он стал проходить иноческие послушания. Пробыв четыре года в различных службах, в пекарне и в больнице, и заслужив одобрение всех отцов, он был допущен совершать дьяконское служение. По истечении же трех лет после этого, на 40-м году от рождения, Кириак был поставлен пресс-фитером, а потом сделан канонархом и нес все послушания 18 лет. Всего же в Сутийском монастыре прожил он более 30 лет. Канонарх значит начинатель установленного пения. В древности по причине бедности монастырей, не дозволявшей иметь богослужебные книги в нужном количестве экземпляров, а также по причине малого числа грамотных между певцами, вошло в обычай пение священных песнопений под диктовку. Один из монахов, имея в руках книгу, произносил громогласно фразу за фразой, а прочие клиросные пели эти фразы по мере произнесения каждой из них. Канонархани существуют в монастырях доселе. Сам он свидетельствовал, что в то время, как он был канонархом, солнце не видело его в кушающем пище или на кого-нибудь гневающемся. Говорил он также, что всякий вечер, встав в келье на молитву, он совершал чтение и пение псалтири до утра в било на полуночное пение. Било — это металлическая или деревянная доска, которая в древности, а по местам доселе, заменяет колокола для призыва верующих к богослужению. Пожелав вести жизнь еще более строгую, Кириак на 70-м году от рождения удалился в пустыню. Он взял с собой одного ученика и, путешествуя по пустыне много времени, дошел до той ее части, которая называлась Натуф, где и поселился. Не имея ничего для пропитания, ибо растительность той пустыни была чрезвычайно горькая, он помолился Богу и, веруя в его милосердие, сказал ученику «Иди, Чадо, набери горькие зелия и свари его. Благословен всемогущий Бог, Он и тем зелием нас пропитает». Ученик исполнил то, что велел ему святой. Бог же, питающий всех, возложивших на него упование, изменил горечь того зелия в сладость, и оно служило им пищей в продолжении четырех лет. В конце четвертого года о Кириаке услышал от пастухов, павших в пустыне козы, старейшина Камитов из Фекуи. Камитами называются царские телохранители. Возложив на осла мешок с хлебами, он пришел к Кириаку, прося его благословения и молитв. Помолившись, Кириак беседовал с ним о душеполезных предметах и затем с благословением отпустил его. С тех пор они стали питаться хлебами, привезенными старейшиной. Но однажды ученик Кириака сварил без повеления блаженного старца зелие, и когда вкусил его, то почувствовал такую горечь, что не мог произнести ни одного слова. Поняв причину его немодствования, старец помолился над ним, причастил его при чистых тайн и тем исцелил его недуг. При этом он сказал ему в наставлении, «Не всегда Бог будет творить чудеса, но только во время наших бедствий и по крайней нужде нашей. Когда мы не имели хлебов, Бог усладил для нас зелие, чтобы мы могли его есть. Ныне же мы имеем хлебы, и есть ли необходимость в том чуде, чтобы горькое зелье превращалось в сладкое». Но вот хлебы кончились, и опять оказался недостаток в пище. Тогда старец снова сказал ученику, «Благословен Бог чада, набери и свари зелие». Ученик исполнил повеление, но когда наступил час принятия пищи, то не хотел вкусить ее, боясь опять причинить себе тем страдания. Старец же, осенив кушанье знамением креста, вкусил сначала сам, а потом, взирая на старца, осмелился вкусить ей ученик. И оба они не потерпели никакого вреда, ибо нашли кушанье сладким, как и прежде, и с того времени стали питаться тем зелием. На пятый год пребывания Киряка в пустыне, облаженном услышал некий муж, родом из Секуи. И, приведя к нему сына своего, коего в каждой новолуне мучил лютый бес, молил святого, чтобы он сжалился над его сыном и изгнал из него того злого мучителя. Сотворив молитву, Киряк помазал больного елеем, изображая на нем крестное знамение, и Сим изгнал беса. И возвратился тот человек с выздоровевшим сыном в свой дом, и всем рассказывал о всем чуде. Слух о святом прошел по всей стране, то и стало к нему стекаться много людей. Один прося благословения, другой ради исцеления, а иной желая побеседовать с ним и получить пользу для души своей. Избегая славы человеческой, святой Киряк ушел во внутреннюю пустыню, называемую Рува, и пробыл в ней пять лет, питаясь корнями растения, называемого Мелагрия, и свежими побегами тростника. Но и там нашли его некоторые, приносили к нему своих больных и страждущих от нечистых духов. Святой же исцелял всех крестным знамением и молитвою. Не находя здесь в себе покоя, святой ушел из Рувы и поселил совместно с пустынной и сокровенной, где не было ни одного отшельника. Это место именовалось Сусаким и отстояло от Сукиского монастыря на девяносто попричь. Здесь некогда стекались две глубокие реки, которые потом высохли, и осталось от них только глубокое и широкое русло. По словам некоторых, то были реки Ифамские, о которых Давид в псалмах говорил, обращаясь к Богу, «Ты сушил реки Ифамские». И пробыл там Киряк семь лет, проходя равноангельское житие. По божественному попущению в тех странах наступил голод и мор. Убоявшись угрожающей напасти, отцы Лавры Сутийской верят к святому Киряку, умоляя его прийти в их монастырь, ибо они веровали, что если святой Киряк будет с ними, то от них отвратится гнев Божий. Так потом и случилось. Прибыв по просьбе братьев Лавру, преподобный Киряк стал жить подле монастыря в отшельнической пещере, где прежде обитал преподобный Харитон. В то время усиливалась ересь Оригенова, в искоренении которой святой Киряк много потрудился, поборая безбожное еретическое учение, обращая обольщенных молитвою и словом на истинный путь, правоверных же укрепляя в вере. Ориген, знаменитый христианский учитель Александрийской церкви, умер в 254 году. Чудо своего века по громадности своего ума и глубине учености. Многие замечательнейшие из отцов церкви с глубоким уважением относились к богословским трудам и заслугам Оригена. Но впоследствии он еще при своей жизни на двух местных Александрийских соборах и по кончине на местном Константинопольском соборе в 543 году был осужден как еретик, не высказывая своих неправославных мнений как непреложной истины. Ориген, тем не менее, неправо мыслил о многих истинах христианской церкви, почему некоторые считали сомнительную твердость его в главнейших христианских догматах. Развивая неправославное учение о предсуществовании душ, он неправо мыслил о Христе, полагая, что Бог создал определенное число духовных существ равного достоинства, способных уразумевать божество и уподобляться ему. Один из этих сотворенных духов в такую пламенную любовь устремился к божеству, что неразрывно соединился с божественным словом или стал его тварным носителем. Это, по мнению Оригена, и есть та человеческая душа, посредством которой Бог Слова мог воплотиться на земле, так как непосредственное воплощение божества будто бы немыслимо. Держа теоретического воззрения на воплощение Бога Слова и сотворение мира и человека, Ориген в неправославном смысле понимал и крестную смерть Христову, представляя ее чем-то духовно, повторяемым в духовном мире, имеющим там действия на освобождение ангелов и приписывая в деле спасения слишком много действий обыкновенных сил, коими одарена наша природа. Неправо мыслил Ориген и в некоторых пунктах своего учения о воскресении и будущей жизни, например, о том, что дьявол может спастись, и в толковании священного писания слишком много преувеличенно понимал в мистическом, таинственном смысле, уничтожая через то истинный, исторический смысл писания. Об этом писатель этого жития Кирилл говорит так. В то время, выйдя из лавры Ефимия Великого, пришел я в лавру святого Саула, преподобному епископу Яну Молчальнику. Им я был послан с письмом Кави Кириаку, чтобы известить его о раздоре, произведенном еретиками во святом городе, и умолять его обратиться с неоступными молитвами к Богу о низвержении гордости вождей еретических. Нона и Леонтия, повторяющих оригеновых улы на христа, пришедшие в сутийскую обитель, я пошел в пещеру преподобного Харитона и, поклонившись блаженному Кириаку, отдал ему письмо, причем сказал и сам то, что было повелено мне чудным Иоанном Молчальником. Святой же отвечал мне, «Пусть не скорбит пославший тебя отец, и во вскоре, по милости Божией, мы увидим падение ереси». И предсказал он скорую смерть Нона и Леонтия, проповедников оригенного учения. Продолжая свою поучительную беседу, Кириак выяснил мне безумие и обман ереги оригенитов и сказал, как ему божественным откровением показан был вред этой ереси и погибель прельщенных ею. Узнав из нашего разговора, что я инок из лавры Великой Ефимии, блаженный сказал, «Итак, брат, ты из одного монастыря со мною». И начало многое говорить мне о Ефимии на пользу души моей, и напитав душу мою полезными рассказами и сладкою своей беседою, отпустил меня с миром. Вскоре сбылось пророчество блаженного Кириака, ибо ереси начальники внезапно умерли, еретическое общество распалось, и кончилось гонение на православных. Когда Кириак, освободившись от заботы, ушел из пещеры преподобного Харитона опять в Сусаким на 99-м году своей жизни и провел там в безмолвии 8 лет. Снова, схотев видеть святолепное лицо преподобного и насладиться сладкой беседой его, я отправился в обитель Сутийскую, и, найдя там ученика его Иоанна, пошел с ним в Сусаким к блаженному Кириаку. Когда мы приблизились к тому месту, нас встретил огромный и страшный лев. Увидя, что зверь привел меня в ужас, ученик святого Иоанна, Иоанн сказал мне, «Не бойся, брат Кирилл, этот лев служитель отца нашего, и не делает никакого вреда приходящим к нему братьям». Действительно, лев, видя, что мы идем к старству, отошел с дороги. Увидав меня, Ава Кириак сказал, «Вот и брат из моего монастыря Кирилл пришел ко мне». Сотворивши молитву, мы сели и стали беседовать. И сказал ему ученик его Иоанн, «Отче, брат Кирилл, увидев льва, очень испугался». Старик же сказал мне, «Не бойся, чадо Кирилл, того льва, ибо он живет со мной и спережет эти скудные овощи от диких коз». Затем святой много рассказывал мне о великом Ефимии и о других пустынных отцах, проводивших добродетельную жизнь. А потом велел подать мне есть. Когда мы ели, пришел лев и стал перед нами. Старик же встав дал ему кусок хлеба, говоря, «Иди, стереги овощи». А мне сказал, «Видишь, чадо этого льва? Он не только стережет овощи, но и отгоняет отсюда разбойников и варваров. Злые люди много раз нападали на это убогое место, но лев прогонял их». Услыхав это, я удивился и прославил Бога, покорившего диких зверей, как овец своему угоднику. Пробыл я у него один день, но многому научился. Наутро же сотворив молитву, он преподал мне благословение и отпустил с миром, повелев ученику своему проводить меня. Выйдя от святого, мы встретили на дороге льва, который лежал и пожирал дикого козла. Не смея идти на него, мы остановились, он же, увидев, что мы стоим, оставил добычество и, сойдя с дороги, дал нам пройти. Место, где жил преподобный, было сухо и безводно, и не было там колодца. Блаженный же, выдолбив в камни углубление, собирал в него зимой воду, и этой воды было довольна ему самому и для поливки овощей в течение всего лета. Но в один год в июле месяце вода, собранная в камни, высохла от великого зноя. Скорбя о безводе, святой возвел очи на небо и помолился такими словами. «Боже, напоившись в пустыне жаждавшего Израиля, подай мне всей пустыне немного воды, нужной на потребу убогого моего тела». И тот час над Сусакимом явилось небольшое облако. Вокруг жилища святого пошел дождь, и наполнив ему все углубления, находившиеся между камнями, так скоро Бог услышал раба своего. «Почитаю полезным», — говорит тоже писатель этого жития Кирилл, «сказать здесь и о том, что поведал мне ученик блаженного Кириак, отец Иоанн. Когда мы ходили с ним по пустыне, он показал мне одно место, говоря, «Вот жилище блаженной Марии». Я молил его поведать мне о ней, и он начал рассказывать. «Несколько времени тому назад», — сказал он, «когда я шел вместе с другом, моим братом Парамоном, к отцу Кириаку, то мы издали увидели стоявшего человека и подумали, что то был какой-то пустынник. Мы поспешно пошли к нему, желая поклониться ему. Но когда мы приблизились к тому месту, он тотчас скрылся от нас. Полагая, что это злой дух, мы впали в немалый страх и потому встали на молитву. По совершению молитвы, оглядевшись по сторонам, мы нашли на земле пещеру и поняли, что то был не злой дух, а какой-то раб Божий, который от нас скрылся. Подошедший к самой пещере, мы молили и заклинали его показаться нам и не лишить нас своих молитв и полезной беседы. И услышали мы из пещеры такой ответ, «Какой пользы вы от меня хотите? Я грешная и простая женщина!» И вопросила нас она, «Куда вы идете?» Мы же отвечали, «Идем к отцу Кириаку, отшельнику, но скажи нам, Бога ради, как тебя зовут, как живешь ты, откуда ты и зачем пришла сюда?» Она же отвечала, «Идите, куда намеревались, а когда будете возвращаться, я все расскажу вам». Мы же заверяли ее, говоря, «Не уйдем, доколе не услышим, как тебя зовут и какова твоя жизнь». Видя, что мы не хотим уйти, она начала говорить о себе, не показываясь нам из пещеры, «Зовут меня Мария, была я псалтрией». На обязанности псалтри лежало чтение псалмов при богослужебном собрании христиан. Была я псалтрией при церкви Христового воскресения, и дьявол многих соблазнял мною. Во мне родился страх, чтобы не стать мне повинной в чьих-либо скверных помыслах и падении, и чтобы не увеличить мне через сто своих грехов. Я усердно молилась Богу о том, чтобы Он избавил меня от такого соблазна. И так однажды, умилившись сердцем и проникшись страхом Божиим, я пошла в Силаам, потерпнула там сосуд воды, взяла также с собой корзину с моченными бобами, и, поручившись себя божественному заступлению, ушла ночью из святого города в пустыню. Бог же благоволил привезти меня сюда. И вот уже восемнадцать лет я живу здесь, и, по милости Божьей, до сих пор не оскудела у меня ни вода в сосуде, ни бобы в корзине не уменьшились. Теперь прошу вас, идите к отцу Кириаку и окончите свое дело. Когда же будете возвращаться, то посетите меня убогую. Послышав это, мы пошли к отцу Кириаку и рассказали ему все, что слышали от блаженной Марии. Кириак удивился и сказал «Слава тебе, Боже наш! Сколько ты имеешь сокровенных святых, не только мужей, но и жен, служащих тебе в тайне! Идите сейчас до моей к угоднице Божией, и то, что скажет она вам, сохраните в памяти». Возвращаясь от преподобного Кириака, мы пришли к писсере блаженной Марии и позвали ее, говоря «Раба Божия, Мария, вот мы пришли по твоему повелению!» Но ответа не было. Войдя во вход пещерный, мы сотворили молитву, но Мария нам не отвечала. Когда же вошли мы во внутреннюю пещеру, то нашли Марию скончавшуюся о Господе. От святого же тела ее исходило великое благоухание. Мы не имели с собой ничего, во что бы могли одеть ее и в чем похоронить, поэтому отправились в обители и принесли оттуда все, что было нужно. Одевши блаженной, мы погребли ее в пещере и загородили вход камнем. Так рассказывал мне отец Иоанн, я же, удивляясь таковому житию той рабы Божией, решил в уме своем предать это письмени в назидание слушающим и во славу человека, любца Бога, подающего терпение любящим его. К концу восьмого года пребывания своего в Сусакиме преподобный Кириак достиг глубокой старости, ибо имел уже сто семь лет от роду. Отцы Сутийской обители, садясь вместе, советовались между собою. Нельзя допустить, чтобы таковой отец, говорили они, приставился вдали от нашей обители, иначе мы не будем знать о честном представлении, лишимся его последнего благословения. Отправившись к святому, они долго умоляли его, чтобы он перешел из Сусакима в пещеру преподобного Харитона, находившуюся близ монастыря, в которой жив он прежде, когда боролся с оригинитами. Согласившись, наконец, на их просьбы, Кириак поселился в Харитоновой пещере за два года до своего отшествия к Богу. «Я же убогий», говорит писатель, «часто приходил туда, утешал его и получал большую пользу для души моей, от святых его бесед и великих подвигов». Несмотря на свои преклонные годы, святой Кириак отличался крепостью Духа, был трудолюбив и очень деятелен. Никогда не оставаясь праздным, он или молился, или работал. Был он человеком доступным для всех, прозорливым, учительным и правоверующим, и исполнен был Духа Святого и благодати Божией. Когда же Господь наш благоизволил после многих трудов святого, переселить его в небесный покой, преподобный впал в телесную болезнь, но пробыл в ней немного времени. Призвав к себе игумена той обители и братьев, он сказал по учению о спасении души и, облобызав всех, благословил. Потом, возрев на небо и простерши руки, он помолился о всех братьях и придал честную и святую душу своей в руки Господа в 29-й день сентября месяца в 556-м году. Прожил он всего 109 лет. Братья, же много плакавшие о нем, погребли святое тело его сподобающими псалмами и пением, славя Бога и поминая многолетние труды его угодника. Да будет же и от нас, грешных Богу нашему, слава и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. С Богу нашему слава. Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Редактор субтитров А.Семкин